Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Ирина Хануни-Крамбальская. Незаконный бизнес или обычное хулиганство? Более десятка автомобилей остались сегодня ночью без госномеров. Массовая кража произошла на улице Городецкой. Все автомобили были припаркованы у края проезжей части. Некоторые номера были грубо вырваны, другие аккуратно сняты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Где в столице появилась новая автостоянка? Может ли тандем жильцов и коммунальщиков быть творческим? И какой опасной стоит в себе набережная Свислочи? Знает наш дежурный по городу Ольга Власовец. Дуэт жильцов и коммунальщиков на Лабанка устанавливают новое игровое оборудование. Жильцы дома номер 78 стараются привнести яркие краски в досуг своих малышей. Сегодня в дворе очередной праздник. Местные жители организовали обновление игровой площадки за собственное средство. Все детвора в сборе. Кто-то спешит прокатиться на ярких качелях, а кто-то оценить новую горку. Я очень хочу на них покататься, но на новых всем хочется покататься. Люблю кататься на качелях и жду новых качелей. К слову, игровое оборудование с пластмассовыми элементами сделает игру детей еще более безопасными. Было неудобное железное оборудование и мы решили заменить на более комфортное для наших детей. Где по всему наши дети очень счастливы, очень довольны. Устанавливаем мы это совместно с жильцами по инициативе. Были собраны у них деньги, они нам перечислили. Мы закупили и им уже устанавливаем. Опасный маршрут. Прохожие на набережной Свислочи рискуют провалиться в яму. Посреди тротуара зияет огромная дыра. Искусственная впадина уже заполнилась до отказа мусором. Яма не только портит внешний вид дорожки, но и доставляет массу неудобств горожанам. Она же может стать причиной травм у велосипедистов и пешеходов. Можно не заметить, если получить травму довольно серьезную. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы ее устранили. Драматизм из ситуации добавляет и тот факт, что набережная давно стала излюбленным местом для молодых мам с колясками. Разгрузка дворов. На карте столицы появилась новая автостоянка. Удобство и комфорт для водителей. На улице Голубка открылась плоскостная парковка почти на 300 мест. Автостоянка просторная и охраняемая. Здесь предоставляется услуга по долгосрочной аренде машиноместа. Уже 30 водителей успели заключить договоры. Теперь жители района могут без труда пристроить свое авто и не беспокоиться о его сохранности. Вдобавок ко всему, новая парковка поможет освободить дворы от скопления машин. Можно ставить автомобили на сутки, на неделю, то есть потребую заказчику. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.by в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии 1-600-700 и помните, нам важны подробности. Открытый диалог с коллективом одного из столичных предприятий нефтегазовой отрасли сегодня встретила заместитель председателя Минградсполкома Жанна Берич. Компания занимает лидирующую позицию в Ленинском районе и хорошо известна за пределами страны. Основная часть выпускаемой продукции идет на экспорт. Аналогичное оборудование производится только в Канаде и США. Во время встречи стороны обсудили производственные вопросы, а также перспективы развития предприятия. Сегодня очень удачный повод встретиться с представителями государственного управления и власти для того, чтобы обсудить перспективы на второе полугодие, перспективы следующего года, решить насущные вопросы коллектива, развития предприятия. И я думаю, что мы как раз пример частного и государственного партнерства, о котором сейчас много говорят. И мы могли бы быть одним из достойных примеров. Взяли тайм-аут. Кинотеатр Победа закроют на реконструкцию. Ремонтные работы начнутся в 2014 году. Всего на обновление столичных кинотеатров в этом году выделили более 11 миллиардов рублей. В зданиях отремонтируют кровлю, заменят систему отопления. Кроме того, в Минске продолжат и переоснащение кинозалов цифровым оборудованием. Победу мы обязательно должны закрыть уже в 2014 году, хотя бы к концу года. Москва, ну там связано с обустройством театра студии киноактера, который никуда не переезжает. И там сложности в проектировании. Возможно, Москва еще просуществует в этом виде, в котором есть еще два года. То есть в 2015 году. Новые аттракционы к новому сезону. Столичные парки обновят ассортимент развлечений. Сразу девять каруселей появятся весной в парке имени 900-летия Минска. Однако получить свежий заряд адреналина можно будет и этим летом. Четыре новых аттракционы уже установили в парке 50-летия октября. Еще один появился в парке челюскинцев. В парке 900-летия проектом предусмотрено установить девять новых аттракционов. Это все аттракционы современные. Я надеюсь, я уверен, что они доставят массу удовольствия как и детям, так и взрослым. Ноу-хау в год бережливости в столице испытывают новое лекарство для дорожных ран. Теперь ямы во дворах будут залечивать с помощью инфракрасных разогревателей. Новое оборудование позволит избежать швов на дорожном полотне, из-за которых и появляются выбоины. К слову, стоимость такого ямочного ремонта вдвое дешевле обычного. Применять инфракрасные разогреватели начнут уже в июле. Взгляд изнутри в сегодняшнем опросе наши корреспонденты узнали у минчан. На каких улицах сложнее всего припарковаться? Тяжело припарковаться. Мне так на независимости. И вот тут в центре везде тяжело. Я живу на Нововильнюсской, там нормальная парковка. На проспекте независимости вообще невозможно припарковаться. На Ленин, на Интернациональной, там вот в этом, в старом городе, на Комсомольске. На проспекте негде стоять по независимости. На Немеге нигде нельзя стоять. На улице Янки Купалы невозможно припарковаться. И найти свободное место, где можно оставить автомобиль и попасть в ближайшие пункты. На Интернациональной точно сложно. Наверное, в центре очень сложно. Но в центре везде сложно припарковаться. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которая всегда рядом, работала Ирина Хануни-Крамбальская. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова